Всем привет! С вами канал Maros Life и в сегодняшнем видео расскажу вам о последних новостях, которые происходят в Чехии, потому как 27 февраля заканчивается чрезвычайное положение, одно из чрезвычайных положений, а 28 уже начинается второе. Почему и как? Сейчас все об этом расскажу. В пятницу 26 февраля Палата депутатов Чехии не выполнила требования правительства продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней. Как запрашивались изначально, но на внеочередном заседании правительство продлило новое чрезвычайное положение с 28 февраля. Оно будет действовать теперь до 28 марта включительно. И сейчас разберем же какие ужесточения уже нас ожидают с 1 марта. Речь идет о следующих ограничениях. Первое. Жители будут обязаны носить респираторы класса FFP2 и выше или средства аналогичной эффективности, например, на наружке. В общественном транспорте, в магазинах, в государственных ведомствах, медицинских учреждениях, аэропортах, на остановках, вокзалах и других местах большого скопления людей. Две обычные маски, как ранее там писалось и говорилось, одна на другую, перестанут считаться достаточной защитой. Так что вот так вот. Выводятся респираторы в обяз. Второе. На улицах, местах городской застройки, то есть в городе, жители будут обязаны постоянно носить обычную медицинскую маску или респиратор, независимо от социальной дистанции. В парке и на другом свободном пространстве респиратор можно будет снять, но при условии, что поблизости не будет других людей. При наличии возможности соблюсти двухметровую социальную дистанцию. Для членов одной семьи домохозяйства сделано исключение, то есть можно ходить без масок. Следующая новость. Обычную медицинскую маску или респиратор нужно будет носить и на рабочих местах. Но это в принципе было уже и ранее, то есть мы сейчас все работаем в масках, но были слухи, что хотят везти уже и респираторы. Это все опять же индивидуально, на каждой фирме свои нюансы. Но, как пишет источник средств защиты, не потребуется только в том случае, если человек работает в помещении сам. Выбор конкретного средства будет зависеть от характера профессии. И, например, продавцу в магазине понадобится респиратор, а офисному сотруднику можно и маску. Работодатели обяжут обеспечить сотрудника адекватными средствами защиты. Идем дальше. Тряпочные маски и шарфы нельзя будет использовать вообще. Они перестанут считаться достаточным средством защиты. Полностью закроются все школы и частично детские сады, как изначально говорилось еще ранее, хотели открывать школы. В итоге этого не произойдет. В детских садах будут принимать только детей работников экстренных служб, медицинской и социальных сфер, стратегических предприятий. Следующая новость. Срок домашнего карантина, назначаемого в случае появления симптомов коронавируса или контакта с инфицированным человеком, будет увеличен с 10 до 14 дней. Также закрывается часть магазинов, которые в настоящее время открыты. Список товаров первой необходимости сокращен почти вдвое. На данный момент известно, что работу продолжат все интернет-магазины, а также офлайн-магазины с продуктами питания, лекарствами, оптикой, косметикой, бытовой химией, автозапчастями, топливом, кормами и так далее. Точно закроется магазин с детской одеждой и детской обувью, канцелярскими товарами, оружием и боеприпасами. Ну и еще очень интересная новость, которая не сильно порадовала всех абсолютно жителей, иностранцев и всех прочих. Жителям запретят покидать пределы своей области, так называемые окрасы, без уважительной причины. То есть нельзя будет просто путешествовать, нельзя будет кататься по Чехии, только находиться в своем районе, в своем городе, либо деревне. К уважительным причинам относятся работа, учеба, визит к врачу или государственное учреждение, неотложное посещение родственника или близкого лица, например, для ухода или сопровождения к врачу. Обоснованность рабочей и поездки гражданин должен будет подкрепить подтверждениями от работодателя и трудовым договором, командировочным листом или другим адекватным документом. Для посещения врача или госучреждения будет достаточно простого заявления и честное проглашение. Это аналог, как на воссоединение семьи. То есть я такой-то, такой-то, иду туда-то, туда-то, и предоставляется такой документ. Его можно будет найти на сайте МВД, скачать, либо написать от руки в произвольной форме или использовать специальный формуляр. Заявление необходимо на случай возможной проверки. Я вам скажу, что уже увеличено количество полиции, и это видно невооруженным глазом, катаются, смотрят. Так что, возможно, будут и проверки. Полицейские усилят контроль как на дорогах, так и в поездах и в автобусах. На помощь правоохранителям направят еще 5000 военных. Вместе с тем, в МВД подчеркнули, что полицейские первое время не станут прибегать к санкциям, а будут помогать людям сориентироваться в новых правилах. Так что, такая вот информация. Дальше. Поездки за покупками не считаются уважительной причиной, и будут ограничены пределами одной области, то есть одного окраса, либо одного города. Прогулки, занятия спортом и другое время провождения на свежем воздухе будет ограничено кадастровыми территориями населенных пунктов. Проще говоря, границами города или поселка, где живет человек. То есть можно находиться только в этом городе. Если это у вас Прага, значит у вас только Прага. Если у кого-то там маленькое село на 10 домов, то это село на 10 домов. К сожалению, это так. Крупные города, которые имеют статус области, власти решили не разграничивать. То есть жители Праги для прогулок и катания на велосипеде будет доступен весь город. Но выехать за его пределы уже он не сможет. Следующая новость. Для фирм запустят государственную программу массового тестирования сотрудников на коронавирус. Власти будут компенсировать компаниями, частным предпринимателям стоимость 4 экспресс-тестов в месяц на каждого работника. Первая фаза программы будет добровольной, вторая обязательной. И я вам скажу честно, у нас уже тоже со 2 марта на компании Mitsubishi начинается добровольное тестирование. Пока озвучили добровольно, но это все уже собираются идти. Чехи будут идти и мы, наверное, тоже будем идти тестироваться. То есть пришел, если ты, не дай бог, там зараженный, то, естественно, направляешься домой на карантин. Если ты не заражен, то идешь, работаешь дальше. Так что будет это вот так вот в раннюю и отполоднюю смену. Посмотрим, как оно будет. Так что следите за этими новостями. Ну, еще одна новость, не очень хорошая. Чешские Виолинии и компания ЧСА объявили о сокращении всех своих сотрудников. Ребят, да, то есть это коронавирус, конечно, подкосил такую большую фирму. ЧСА уведомили биржу труда о грядущем массовом сокращении. Компания планирует уволить всех своих 430 сотрудников, которые остались работать в этой компании. Весной в прошлом году они уволили около 300 человек. Так и вот еще, опять же, весна. Только уже с следующего года еще минус 430 сотрудников. Так что будущие компании на данный момент не ясно. Не исключено, что в конечном счете компанию прямой финансовой помощью спасет правительство. Долг, скажу вам так, примерно колеблется в 1,5 миллиарда крон. Ну, или будет найдена другая форма выхода из кризиса. Ну, а там посмотрим. Поэтому, кто будет пользоваться данной компанией. И пока рейсы выполняются, но опять же следите за новостями, чтобы не было потом у вас вопросов и нюансов, что есть проблемы с билетами, с возвратами, с рейсами и так далее. Вот, друзья, такие новости, которые я хотел с вами поделиться. Обязательно изучите полностью эти ужесточения, кто живет и работает в Чехии. Обязательно поделитесь этой новостью со всеми вашими друзьями, с коллегами и так далее. Поставьте лайк этому видео, чтобы вы смогли больше посмотреть это видео и могли увидеть и знать об этих ужесточениях. Ну и не забудьте подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы получать первыми все уведомления о новых изменениях, новостях и жизни в Чехии. У меня на этом все. Увидимся в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.